Вступают в силу новые правила обработки персональных данных граждан. Теперь не допускается получение согласия на распространение данных по умолчанию, без специального согласования гражданина. При заполнении согласия человек сам будет решать, какую личную информацию, фамилию и имя, адрес, телефон можно использовать публично, а какую нет. Раньше он давал согласие на обработку своих персональных данных, просто поставив галочку рядом с пунктом «Разрешаю». Кроме того, теперь операторы обязаны будут удалять персональные данные по первому запросу пользователей. С 1 марта беззаявительный порядок предоставления детских пособий возвращается к доковидному прошлому. Для продления выплат нужно снова подавать заявление самим. Речь идет о выплатах, которые предоставляются, если размер среднедушевого дохода семьи не превышает двух прожиточных минимумов. Теперь получатели вновь обязаны подавать заявление, а также извещать уполномоченные региональные органы и пенсионный фонд о смене места жительства, пребывания, а также обстоятельствах, влекущих прекращение таких выплат. С 1 марта в 10 пилотных регионах страны в штатное расписание школ будет введена должность советника-директора по воспитанию и работе с детскими объединениями. В задачи советника будет входить решение вопросов, связанных с организацией воспитательной работы в школах. Кандидатов на должность планируется отобрать через открытый конкурс «Навигаторы детства», который проводят Минпросвещение и Российское движение школьников. С 7 марта в России официально запретят высаживать из общественного транспорта детей до 16 лет, даже если они не оплатили проезд. Соответствующий закон в феврале был подписан Владимиром Путиным. Изменения вносятся в Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта. Кроме того, подписанный закон изменит контроль и порядок подтверждения оплаты проезда в общественном транспорте. Вводить контролирующие механизмы региона смогут самостоятельно. Также контролер может потребовать у пассажира документ, удостоверяющий личность. С 1 марта на российских дорогах появится новый дорожный знак – фото-видеофиксация, который обозначает камеры, фиксирующие нарушения правил дорожного движения. На трассе их будут ставить за 150-300 метров от камеры. В городе только на въездах, а не перед каждым радаром, как сейчас. Старые знаки будут действовать до 1 сентября. К тому моменту их поменяют на новые. С 1 марта начинают действовать новые санитарно-эпидемиологические правила, которые изменят, в частности, требования к качеству питьевой воды, площадкам для накопления отходов, содержанию зданий и помещений. Это в первую очередь касается многоквартирных домов. Так, территории жилых домов должны быть хорошо освещены, благоустроены, оборудованы проездами и тротуарами с твердым покрытием. Их должны ежедневно убирать. Новые санитарные правила запрещают мойку автомобилей, проверку тормозов и настройку звуковых сигналов на придомовой территории. Также увеличиваются штрафы за неподчинение требованиям сотрудников силовых ведомств, в том числе на митингах и за нарушение порядка финансирования публичных акций. Повышаются штрафы за неповиновение полиции, военнослужащим, сотрудникам уголовно-исполнительной системы или Росгвардии не только на митингах, но и в целом. С 1 марта до 30 июня 2021 года продавцы и владельцы агрегаторов с выручкой, превышающей 30 миллионов рублей за предшествующий календарный год, должны будут обеспечить возможность принимать к оплате карту МИР. А уже с 1 июля это предстоит сделать организациям и индивидуальным предпринимателям с годовой выручкой свыше 20 миллионов рублей. Каждый гражданин сможет обратиться в пенсионный фонд, чтобы в его индивидуальный лицевой счет включили сведения о его трудовом стаже из бумажной трудовой книжки за период работы до 1 января 2020 года. Внесение дополнительной информации даст более высокий уровень сохранности данных о трудовой деятельности в сравнении с бумажным документом, а также упростит представление данных о трудовом стаже при трудоустройстве. Действие диагностических карт, необходимых автомобилистам для приобретения полиса ОСАГО, с 1 марта будет продлено на 7 месяцев до 1 октября 2021 года. Решение о продлении действующей системы техосмотра премьер-министр России Михаил Мишустин анонсировал 25 февраля. Новая система предполагает введение электронных диагностических карт, фотофиксацию, а также запуск других процедур, которые влияют на работу профильного бизнеса.